Чтобы набрать сотни тысяч и миллионы просмотров, успешные блогеры используют алгоритмы YouTube и делают это с помощью всего одного хитрого приема. Как же применить этот метод на своем канале, я расскажу в сегодняшнем видео. Сразу оговорюсь, что у сегодняшней темы есть серьезная этическая подоплека, и на мой взгляд отдельные блогеры заходят слишком далеко в этом вопросе. При этом я не планирую кого-то обвинять, мой ролик не для этого. Скорее я хочу показать, что некоторые неоднозначные приемы можно использовать вполне легально и этично, чтобы не нарушать авторские права и оставаться в ладах своей совестью. Итак, давайте сразу перейдем к делу. Чтобы вы лучше поняли лайфхак, который помогает блогерам получать большие просмотры, я покажу вам несколько обложек. Для начала давайте посмотрим на ролик от пользователя Майк Вестил. Вот примерно на экране. Он называется «Как завести канал на Ютубе и начать зарабатывать деньги с первого дня. Шаг за шагом». Это видео выпущено 2 года назад, и у него 1 миллион 100 тысяч просмотров, и уже больше, наверное. Это отличные результаты. На обложке мы видим самого Майка, логотип Ютуба, привлекательную цифру в 5000 долларов в месяц, и отдельно прописано, что это ленивый способ. The Lazy Way. А теперь давайте посмотрим на обложку уже от другого пользователя. Это видео выложено 4 месяца назад, и мы, сюрприз, сюрприз, видим кое-что похожее. Сам блогер, логотип Ютуба, сколько можно зарабатывать в день и уже знакомый нам ленивый способ. Заголовки, кстати, тоже идентичные, слово в слово практически. Этот ролик набрал 284 тысячи просмотров, что тоже достоин результат. Окей, переходим к другому примеру. Два года назад блогер по имени Лиман Гаджев опубликовал ролик про лучшие онлайн-бизнесы, которые можно открыть новичку в 2024 году. На обложке он сам, а за спиной таблица с данными. Спрос, предложение, вложение, доход, всякие разные штуки, которые демонстрируют его компетенцию и показывают, что он всерьез изучил тему. Таблицы, кстати, подсознательно вызывают у зрителей доверие и настраивают на профессиональный лад. Внизу картинки мы видим цифры 2,5 тысячи долларов дохода в месяц и у этого видео более 9 миллионов просмотров, что очень круто. Так, дальше у нас следующий пример. Три месяца назад другой пользователь по имени Тай Лопес тоже опубликовал видео с идентичным заголовком. На его обложке в центре он сам, внизу подпись 2,5 тысячи долларов в месяц, а за его спиной некая сводная таблица. Детали этой таблицы заблюрены, чтобы нам стало любопытно открыть видео и посмотреть, о чем же он там говорит. Есть и еще одно видео от пользователя с ником Алик. Оно опубликовано 2 месяца назад и мы видим все то же самое. В центре обложки блогер есть меняющаяся цифра 10 тысяч долларов в месяц и на фоне таблица с данными, которые обещают нам аналитику и серьезный подход. Окей, я думаю к этому моменту вы уже поняли к чему я веду и в чем заключается принцип этого секрета, с которого мы начали. Если внимательно посмотреть на эти и подобные им миниатюры, легко можно заметить, что обложки идентично копируют друг друга. И да, это действительно работает. Блогеры на ютубе частенько используют этот прием и создают ролики и обложки, подражая тому, что уже доказало свою эффективность и что уже одобрил алгоритм ютуба. То есть, разумеется, многие продолжают экспериментировать, искать, угадывать, что сработает и какая идея заинтересует аудиторию. Но при этом время от времени не брезгуют повторять то, что уже принесло кому-то другому успех на платформе. Если какая-то тема залетела, если какая-то обложка и заголовок заставили людей кликнуть на них больше миллиона раз, то почему бы не повторить эту историю и посмотреть, как то же самое получится у вас? Тем более статистика показывает, что если тема супер актуальная и востребованная, то аудитория будет кликать и на второй, и на третий, и на четвертый ролик с аналогичной обложкой и названием. Насколько это этично, вопрос открытый. Как такового авторского права на обложки и заголовки на ютубе не существует. Но я думаю, всем очевидно, что откровенно и бесстыдно копировать чужие концепции не стоит, даже если вы понимаете, что скорее всего это принесет вам дополнительные тысячи или десятки, сотни тысяч просмотров. Поэтому давайте попробуем разобраться, в том числе с помощью других примеров у других блогеров, как использовать эту стратегию более этичным способом. Но перед этим у меня есть для вас небольшое объявление от команды Movavi, не пропустите. Чтобы заполучить большие просмотры, не обязательно взламывать алгоритмы ютуба, а вот что действительно нужно сделать, так это постоянно повышать качество своих видео. И в этом вопросе продуманный монтаж это ваш козырь. И сейчас у вас есть возможность получить все необходимые инструменты для по-настоящему крутого видеомонтажа с помощью нашей специальной акции. Вы наверняка слышали про Movavi Unlimited. Это уникальный годовой план, который объединяет внутри одной интуитивно понятной платформы все самое лучшее от Movavi. И это не только сам видеоредактор Movavi в версии Plus, но и программы для обработки фотографий, для записи экрана, для конвертации медиафайлов, а также ряд полезных приложений для работы с документами. Помимо этого, Movavi Unlimited открывает годовой безлимитный доступ ко всем наборам магазина эффектов Movavi. Ориентироваться в инструментах крайне просто. Подготовка исходников, визуальное оформление целых видео, ретушь фотографий. Каждый из этих этапов можно сделать всего в несколько кликов. И в отличие от профессиональных аналогов, Movavi Unlimited доступен для многих пользователей. Годовая подписка даст вам доступ к 9 программам и огромной коллекции эффектов по цене всего одного приложения. Но для корректной работы платформы вам будет достаточно и среднего по характеристикам компьютера. Вы можете получить скидку в 80% на наш абсолютно бестселлер, на Movavi Unlimited. Обязательно переходите по ссылке ниже, в описании, чтобы воспользоваться этим эксклюзивным предложением от Movavi Vlog. Но мы возвращаемся к нашему разговору про уникальный метод продвижения на YouTube. И теперь, что вам нужно сделать, так это изучить спрос и понять, на какие темы прямо сейчас выходят самые популярные видео. Вы должны отыскать тот самый запрос аудитории, который больше всего нуждается в ответе, и в своем новом видео постараться этот запрос удовлетворить. Опытные блогеры никогда не гадают, что сработает, а что нет. Они внимательно следят за конкурентами в своей нише, анализируют то, что востребовано у их и у чужой аудитории. И так находят самые эффективные идеи. Чтобы узнать, чем интересуются зрители, вам не обязательно нужен какой-то дополнительный плагин или инструмент для анализа. Вы можете просто выделить время и самостоятельно изучить каналы в своей нише. Посмотреть, какой контент выбивается из общего ряда и какие видео получают больше просмотров, чем другие. Обращайте внимание на то, как эти видео оформлены. Это поможет вам узнать, на что реагирует зритель, когда дело доходит до миниатюр. И какие темы и заголовки его интересуют и так далее. И вот теперь, когда у вас уже есть набор идей, которые уже доказали, что они работают на YouTube, вам нужно найти свое конкурентное преимущество. И это тот ключевой момент, который отличит вас от тех креаторов, которые просто копипастят чужие видео, обложки и заголовки. Разумеется, вы можете использовать уже существующие темы и идеи, но очень важно добавлять к ним что-то свое, делать их уникальными. Например, вы можете снимать апдейты и обновления уже существующих тем. Если у вашего видео есть пометка, что это актуально для нынешнего года, то пользователь скорее кликнет на ваше видео, чем на видео на ту же тему годичной или двухгодичной давности. Вы выигрываете, потому что у вас есть самая свежая информация. Еще можно конкурировать с помощью продолжительности ролика. К примеру, если видео, на которое вы ориентируетесь, длится 20-30 минут, попробуйте сделать ролик на схожую тематику, но уложитесь в 5-10 минут, представив зрителям более лаконичное и простое объяснение. Это особенно хорошо работает с образовательным и учебным контентом. И, наконец, нужно учиться вдохновляться, а не копировать. Вы можете внимательно изучать обложки и заголовки, которые сработали и принесли их автору миллионные просмотры и делать выводы. Анализируйте, почему они стали успешными. Они лаконичные или, наоборот, детализированные? Какие цвета там использованы или какие шрифты? Эта картинка сгенерирована искусственным интеллектом или выглядит так, как будто ее делали вручную? Есть ли на ней лицо автора или нет? И все подобные детали помогут вам придумывать более классные обложки. Давайте рассмотрим этот подход еще на нескольких примерах. Вот видео от пользователя доктора Амина Йони с названием «4 одноминутные привычки, которые сэкономят мне 20 часов в неделю». Тайм-менеджмент для деловых, занятых людей. Этот ролик был опубликован в ноябре 2022 года и набрал на этот момент почти миллион просмотров. На обложке сама Амина, а еще мы видим 4 элемента вокруг головы и внизу слова «одноминутные привычки». One-minute habits. Теперь другой пример. Вот это видео от пользователя Мариана Вьейра опубликовано полгода назад. Ролик к этому моменту набрал уже около полумиллиона просмотров. И как мы видим, тематика та же самая – «одноминутные привычки», но обложка и заголовок другие. С большой вероятностью этот блогер вдохновилась предыдущим роликом, и в основе этого видео лежит та же самая концепция. Но здесь мы видим совсем другой подход. На обложке в руках Марианы книга «Атомные привычки» Джеймса Клира. Это отсылка к тому автору, который изначально предложил идею с маленькими привычками, способными изменить жизнь и сэкономить кучу времени. А заголовок звучит как «one-minute habits to start in 2024». И это не просто копипасс предыдущего видео. Это выглядит как апдейт. Привычки, которые нужны в 2024 году. Супер! И даже если внутри очень похожие идеи, то тот факт, что в заголовке появляется год, подсознательно наталкивает аудиторию на мысль, что тут, скорее всего, может быть что-то новенькое и актуальное. Окей, а теперь эта же самая тема, но другая обложка от пользователя Study to Success. Ролик был опубликован совсем недавно, буквально месяц назад, и уже набрал почти 200 тысяч просмотров. И тут тоже совсем другая обложка по стилистике. Калаш, на котором есть персонажи из фильмов, ежедневники и другие элементы. Чувствуется, что это видео нацелено на женскую аудиторию, на тех, кто учится в школе или в универе. А фраза для деловых занятых людей из изначального заголовка плавно перекочевала на картинку. Тут появилась надпись «Always busy» – «Всегда занят». Заголовок у этого видео тоже отличается. Здесь не 4, а 5 одноминутных привычек, и они позволят вам сэкономить уже не 20, а 25 часов или даже больше. То есть тут уже есть апдейт. Через обложку и заголовок автор этого видео демонстрирует, что аудитория найдет тут уникальную, новую и более полезную информацию. Надеюсь, что все эти примеры помогли вам лучше понять принцип работы с популярными обложками и темами на YouTube. Продолжайте сами наблюдать за популярными роликами и вдохновляться ими, чтобы становиться более креативными и создавать уже собственные успешные идеи. Это был Рома, Мавайвлог, и спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем видео.